Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Cloud 2, но и для начала нам надо кое-что замутить. Мы просим Вика убрать оружие и сразу же... А, чёрт! Сразу же можно было это оружие и забрать. Опачки, отдавай нам. Молодчинка. Ну и пистолет-то нам тоже отдашь? Отдаст. Какой молодец. Ладно. Пока что всё. И вот он, скиттер. О, какой замечательный ремнобор. Снэпов, да. Хочешь обменять на топливный контроллер? По рукам. Хорошая сделка. Просто подключи вот этот патрубок к гнездо, и тачка сразу зафуфыркает. А ещё я могу вдобавок подхимичить что-нибудь из твоего барахла на халяву. На халяву? О, круто. Что мне надо сделать? Понимаешь, мне страсть как нужен трёхступенчатый плазменный трансформатор, а достать его можно только на складе. Ну, так сходи на склад, в чём дело-то? Ну, я это типа достал их там всех. Подумаешь, маленький пожарчик? Ну, с кем не бывает. Но на электростанцию они меня почему-то больше не пускают. Мне нужен кто-то, кто принёс бы мне эту деталь. Как мне достать этот плазменный трансформатор? Сначала надо раздобыть такую специальную бумагу в форму заявки на получение детали. Как только ты её найдёшь, отдай её на складе Джереми, и он выдаст тебе любую штуковину, что попросишь. Форму заявки можно получить у Гарольда или Фестуса. Где мне найти Гарольда с Фестусом, и выдадут ли они мне эту форму, если я просто попрошу её? Гарольда можно найти в поселении, а Фестус с диспетчерской. Но просто так они тебе её не отдадут. Придётся извернуться, чтобы раздобыть форму. Ну, ты понимаешь, о чём я. В смысле, эту самую форму заявки надо украсть. Ну, наверное, да. Можно, думаю, и попросить, но честно не думаю, что они вот так вот просто тебе её дадут. Ну, посмотрим, что можно будет сделать. Раз. Фишка в том, что он этот клест нам даёт только если видит у нас какое-то оружие, которое он мог бы по факту заапгрейдить. Два, смотрите, ещё одна книжечка по ремонту. Неплохой улов. Так сказать, я в прошлый раз обещал, да, вам, что мы обыщем, где что. Набор отмычек. Наш первый, по сути, набор отмычек в игре. Тоже чертовски приятная штука. Но ремонт-то мы с вами хорошо качаем. Был бы неплохо ещё науку качнуть. Кстати, что у нас там с весом? Ой, не туда всё время. 140. Ладно, давайте сначала тогда сделаем квест для СССа. Я уже забыл его имя, представьте. Ну, я уже говорил, что у меня это оперативно-памятная имена плохая. Так что всё вполне себе в пределах нормы. А мы с вами зайдём вот сюда. Точнее, давайте сразу у Гарольда из стола. Никто не возражает совершенно. Тут есть форма заявки на получение детали. Оп, и она у нас. Всё, мы с вами можем спокойно деталь теперь получить на электростанции. А здесь есть книжка по науке. И где-то ещё, кстати, были книжки по первой помощи. Но я внезапно взял и запамятовал где. Опачки. Беда. Ну, ладно. На самом деле, не столь нам и нужна первая помощь. По хорошему-то счёту. Мы и без неё прекрасно с вами справляемся, по-моему. Да? Мы же прекрасно с вами справляемся. Может быть, вот здесь. Внезапно сказал я. Но всё равно любая мелочь пойдёт в фонд спасения мира. Поэтому ничего страшного, что мы тут чуваков чуть-чуть обворуем. Мы воруем на благо общества. Можно так сказать. Ну, конечно, это прям с натяжкой. Но да, на благо общества мы воруем. Ничего не поделать. Вот тут злобный чувак, который ненавидит. А здесь, что ли? Нет, здесь у чувака ничего не было. Ладно. Но, по-моему, в реакторе ещё была одна книжка. Но книжка мы сейчас с вами разживёмся. Я так думаю, что мы проведём какое-то время в Волт-Сити. И как раз таки в Волт-Сити мы с вами сможем у торговца скупить всё, что нам надо. План был такой, что мы там месяцок проведём. Ассортимент торговца обновляется раз в 4 дня. Но того торговца, который торгует только с гражданами. Соответственно, мы можем с вами совершенно спокойно выходить, ждать 4 дня. Скупать у него книжки. У него не всегда все книжки появляются. Но когда они появляются, их стоит скупать. Я всякий хлам не собираю. Но то, что нам может быть полезно, я, конечно, возьму. Так вот. В общем-то, мы скупаем книжки, учим их и так далее, и так далее. Пока у нас не кончатся деньги. Но поскольку мы пока всё равно не знаем, куда девать деньги, то менять деньги на скиллпойнты – это очень даже эффективное времяпрепровождение. Вот что я вам скажу. Тому как, ну, что ещё может быть более полезного, да, чем скиллы, которые нам пригодятся. Было бы здорово, если бы мы с вами также доктора могли прокачать таким же Макаром. Но, к сожалению, не судьба. Вот скилл доктора мы также поднять не можем. Вот здесь зато есть книжка по науке. Это я помню точно. Давайте сразу её стырим. А ты, ты тварь. Хорошо. Вот эту книжку мы прочтём. Она просто весит 5 фунтов. Если в переводе на килограммы, то это фунт, это, по-моему, полкило примерно. Соответственно, 2,5 килограмма такая книжка по науке весит. Но влёгкую. У меня где-то лежит Бьерн Страуструб. Древние, ну, как древние издания, издание начала века. О, жёлтая карточка. Она нам ещё здесь пригодится, но чуть позже. Вот. И этой книжкой, в принципе, можно убить. Но в основном, конечно, убить хотелось себя некогда. А сейчас понимаю, что совершенно чудная вещь. И вообще к мировым бы классикам её отнёс. О, мы с вами нашли фиолетовую и... Фиолетовую карточку. А, подождите, здесь нет фиолетовых проходов. Ну, не суть. Ладно. В общем, в итоге мы с вами сэкономим время на этом. А, всё облутали, всё сделали. Кроме того, что детали не взяли. Вот я заболтался с вами. Привет. Я Джереми. Я тут завидую всем этим супер-пупер-складом. Слежу за всеми нашими припасами. Мне нужно кое-что со склада. Ах. Часом не для Скитера просите, а? Он всегда пытается выцегнуть у меня ценное оборудование. А затем просто разбирает его на части и ломает. Я бы ему даже тостер починить не доверил. Ну, да. Если честно, это правда для Скитера. Почему-то я так и думал. И как это Скитеру удалось убедить наших выдать ему заявку. Только бы он в этот раз взрыв не устроил. Ну, ладно. Полагаю, это не моё дело. А деталь? Она мне нужна прямо сейчас. Ну, если вам что-то нужно со склада, нужна форма заявки. На получение детали. Без неё не выдам. Есть у вас эта форма? Конечно, вот она. Ха. Вроде действительно она. И что вам надо? Мне нужен трёхступенчатый плазменный трансформатор. Ммм, кажется, у меня есть один в кабинете, а? Точно вот он. Хм. Ну, не последняя модель, но сойдёт. Спасибо, до свидания. Прелесть. Спасибо тебе, дядя. Но здесь остальные части этого места мы облутаем потом. А пока что давайте тогда вернёмся к Скитеру, и он нам на халтай заапгрейдит нашу винтовку. А что он сделает с винтовкой? Он на неё нам установит прицел, и она станет настолько точной дальнобойной сатаной, что лучше и точнее дальнобойную сатану нам не сыскать на всём диком западе. А вот. А вот здорово. У меня теперь есть плазменный трансформатор. Спасибо. Теперь я должен тебе кое-что бесплатно сделать. Тебе что-нибудь нужно, двести до ума. Я скажу, сколько это стоило бы другого, но я тебе сделаю за так, услугу за услугу. Дай-ка я посмотрю, над чем можешь поработать. А что именно тебе доработать? Наверное, к этому ружью можно прикрутить что-нибудь интересное. Скитер изучает ваше ружьё и медно кивает. Я могу поставить замечательный всепогодный оптический прицел на твоё охотничьё ружьё. Даром? Хорошо. Поставь оптический прицел на охотничьё ружьё Коль. Скитер берёт предмет и вертит его в руках. Его глаза загораются сумасшедшим блеском. Но этот чуток не просто, но для тебя я из него конфетку сделаю. А, посиди чуток тихонько в уголочке. Скитер утаскивает оружие на верстак и зажимает его в огромные тиски. Ладно? Пока вы ждёте, вы видите только спину Скитера и не знаете точно, что он там делает с вашим оружием. Но ненормальное хихиканье, механикой и глухие звуки ударов чертовски действуют вам на нервы. Постойте. Хихиканье и глухие удары, а вы всё сидите и ждёте. Вы уже устали фальшиво насвистывать и изображать пальцами театр тени на задней стене мастерской Скитера. Готово! Вы испуганно просыпаетесь. Скитер наконец отошёл от верстака и протягивает вам оружие. Но вы успеваете заметить массу маленьких блестящих металлических деталек, оставшихся на верстаке. Должно работать, по-моему. Попробуй. Спасибо, Скитер, я попробую. Что ж, Скитер, Скитер. Вот у нас есть теперь уинтовка. Почему у нас отобрали кастет, я не знаю. Но уинтовка теперь двадцатикратный оптический прицел. Оп. Неплохо, неплохо. А кто у нас этим будет пользоваться? Естественно, ты. Ты наш красавец. У тебя патроны-то есть к этой винтовке? Тридцать три патрона. Тридцать три патрона. Я просто помню, как, когда проходил игрушку, вот прям эти патроны для винтовки именно, они были прям вот жизненно необходимыми. Не поднимем. Хорошо. Вот так вот. И вот это все. Здесь патроны весят. И весят дофига. Я сказал дофига. Да. Подавись ты. Не подавляется, смотрите-ка. Во, наконец-то. Наконец-то мы смогли. Теперь, друг, поведение, по-моему, да? Лучшее оружие. Во. Теперь у него охотничье ружье с прицелом. С прицелом. Прекрасно. Но это еще не все, что мы здесь могли сделать. Здесь мы с вами княженцу нашли, я вот не помню. Здесь, по-моему, была княженца. А, нет, здесь были деньги и немножко это зажигалок. Да, здесь все сделали. Хорошо, у нас с вами прям предел по весу, поэтому давайте-ка мы раз, два, хотя бы книжки прочитаем. И, кстати, три. Во. Прекрасно. Теперь мы себе чуть-чуть задачу облегчили. Ну, задачу. А ладно, друг, давай-ка ты нам тогда еще... Фу-фу-фу-фу, что у тебя есть? Шотганы? Да. А, два мы не поднимем, один. Ну, просто пора бы его распродать и все-таки я в Вулл-Сити вместо Вика взял Кэссиди, тем более мы, кажется, с вами проблему с ремонтом-то решили. И, если не ошибаюсь, вот в этом шкафчике тоже что-то полезное могло наблюдаться. Желтая ключ-карта у нас уже есть, у нас их попы жуют. Привет, я Перси Крамп, великий купец этого городка. Можно просто Перси? Да, можно. Черт побери, все меня так называют. Ну и чем же я могу тебе помочь? Мне просто... А, давай, так, есть у тебя что-нибудь на продажу или обмен? Ну, а на кой мне еще лят эти груда барахла по самым лучшим ценам? Посмотрим, что у тебя есть. Так вот, такой бартер, он все-таки чем хорош? Наша репутация учитывается и наша, насколько я понимаю, карма. Но все равно цены, цены, дядь. Ой. Хорошо, шотган я тебе не буду продавать. О, как идеально, смотрите-ка. Да, да, давайте вот так и сделаем. Прекрасно. Поторговали. А теперь. Больше тебе ничего не нужно? Так, ладно, пока все. Все, давайте еще раз. Что стариноперси может для тебя сделать? Мне просто интересно, что происходит в городе. Да ничего особо нового не происходит. Говорят на днях. Вузи объегорил какого-то новичка. В общем, все. Только мой друг Вуди куда-то запропал. Расскажи мне об этом. Ну, понимаешь, был у меня друг по имени Вуди. Этот Вуди как задрыхнет, так его из пушки не добудешься месяцами. Мало того, он еще и путешествовать любит. Хлебом не корми, а дай позбивать башмаки в дороге. Ладно. Ну, ладно, в наших-то краях все было мило и прилично, но когда в последний раз видел Вуди, ему приспичило в дыру. Ты знаешь, где это? Да, я знаю, где находится дыра. Продолжай. Ну, как я уже и говорил, в гекко-окрестностях ничего ему не грозит. Но понимаешь ли, в других местах людям не очень-то по вкусу наши рожи. И что? Ты что, два и два сложить не можешь? Я боюсь, что Вуди добрался до дыры, решил вздремнуть, понятное дело, путь туда не близкий. И как бы его тут не похоронили живьем, мне нужно, чтобы кто-то туда пошел и поискал его. И? Ну, скучаю я по нему, обормоту. Перси смахивает слезу. А вот ты о чем? Ты хочешь узнать, что тебе за это будет? Обычно для меня это самая интересная часть рассказа. Продолжай. Ну, у меня завалялась чертова куча всякого довоенного барахла, радыкса, антирадин, самые натуральные. А мне они уже ни к чему, а вот гладко-кожему вроде тебя могут и пригодиться. Ну как, возьмешься за работенку? Я заплачу, только когда узнаю, что Вуди в безопасности. Хорошо, я берусь, скоро вернусь. Вот и работенки подвалило. Ну, а заодно в Дэнс бегать за тачкой мы сможем. Правда, это означает, что нам бы уже пора с вами батарейками запасаться, потому что батареек у нас нет. И скиллбартер у нас с вами крайне-крайне низкий. И это есть плохо. Хорошо, шмотки-шмотки-дребеденьги. Ничего не надо. Дядь, стой, 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 одышка ты ходящая. Я не знаю, как к нему еще обращаться. Вот. Так, ему патрушки вручили. Все это хорошо. А нам с вами, получается, снова надо в город-убежище. Но мы еще заглянем, наверное, к торговцу на входе. Посмотрим, не обновился ли у него ассортимент. А вообще, по-хорошему счету, его бы оборовать в какой-то момент. Но я думаю, это мы сделаем потом. Потому что оборовать-то мы всегда успеем. А, не, можно во внутренний город сразу. Да. Вот это повезло. Хорошо. Тут, как всегда, досмотр. Но мы, естественно, каждый раз это проговаривать не будем. Ничего интересного здесь для нас не говорится. Мы с вами бежим сразу внутрь. И вот тут есть фишка. Если мы с вами сообщим вот той тетке-главе города, что мы, в общем-то, не стали взрывать электростанцию, а вместо этого есть шанс ее починить, все закончится тем, что нас забанят в городе. Она просто нас вышлет нафиг. И мы с этим ничего не сможем поделать. Посему надо тут, вокруг тетки, сработать. И у нас есть вот этот вот товарищ, который помощник. Вот он. Вот он, вот он. Здрасте. Да, вы что-то еще хотели? Могу я задать несколько вопросов? Что бы вы хотели узнать? Я думаю, что у вас есть деталь, с помощью которой можно подчинить электростанцию в ГЕКО. Что вы имеете в виду? Ну, если бы у меня был гидроэлектрический регулятор магнитосферы, утечка радиации из их электростанции была бы прекращена. Это приемлемое решение. Я хочу только прекратить утечку радиации. Я боюсь, что Линет откажет меня в получении гражданства, если я починю электростанцию. Если вы почините их электростанцию, я дам вам гражданство, и она ни черта не сможет с этим поделать. Восхитительно. Где я могу взять эту деталь? Сходите к Рэндаллу, руководителю службы обустройства. У нее она должна быть... Спасибо, я пойду к нему прямо сейчас. Ну, а мы пойдем к нему прямо сейчас. Да, конечно, в этом вся суть. Тетка там недовольна, уже головой крутит, как бы заподозрила, что мы сейчас ее нагреем, но на самом деле нагреть хотела она нас. Естественно, взрывать электростанцию — это очень плохое решение. Но это не единственный сюрприз, который нас с вами здесь ждет, но следующий сюрприз я раскрою, когда, в общем-то, это будет актуально. Ну, сейчас просто об этом говорить как бы и ни к чему. Здравствуй. Привет. Я всегда. Приятно увидеть новое лицо. Меня зовут Рэндалл, я руководитель службы обустройства. Вам что-нибудь нужно? Ну, возможно, что это за место. Это служба обустройства, обычный ассортимент, ла-ла-ла. Советник МакКлюш сказал, что у вас есть гидроэлектрический регулятор магнитосферы, и я могу взять его. Ммм, да, он говорил, чтобы зайдете. Винстон, верно? Подождите минутку, я принесу вам гидроэлектрический магнит, но гидмак. Ясно. Ну вот, пожалуйста, один гидмак. С виду похож на лава-лампу, да? Ой, только не уроните, он очень хрупкий. Ясно, спасибо за деталь. И мы с вами, как хороший курьер, отправляемся дальше в путь вновь в ГЕКО чинить электростанцию. Ну, шо ж. Пока гражданства нет, все равно этот засранец с нами торговать особо не будет. Кстати, что у нас с весом? Веса еще дофига. А, правильно у нас с вами и деньжат дофига. Может, тогда вот сюда зайдем в эти магазины? Как я и говорил, продаем мы вещи за себестоимость. Поэтому всегда, если есть возможность обменять шмотку на деньгу, это стоит использовать. Ибо, ну, не стоит оно иначе того. Во, мы можем, например, два комплекта патронов спокойненько продать и уже чуть-чуть рюкзак разгрузить. Ну, просто у нас загрузка такая порядочная, и хотелось бы уже с этим чуть-чуть разобраться. Так, эй. У тебя, по-моему, бабки были, да? В нормальном количестве. Нет, бабок в нормальном количестве нет, но все равно... О, копья. Он может копье купить одно и, допустим, не знаю, веревка дофига весит. Я не помню, пригодится она нам или нет дальше. Вот эти вот зажигательные штуки что-то стоят. Но я сейчас не буду торговаться за каждый грош, но, короче, будем разгружаться как можем. Ибо уже, ну, невозможно. Да и Вик ведь все еще с нами. А как только мы разгрузимся, Вика с нами больше не будет. Не то чтобы он задолбал, но все-таки Кэссиди посильнее. Вик, правда, нас по ремонту прикрывает, но, как я и говорил, мы сейчас с вами все замутим, все будет четенько. Дядь, здравствуй снова. Давай поторгуем с тобой. Опа. У него есть, смотрите-ка, пивас и крепкий алкогаз. Вот. Сколько пистолет такой стоит? 250. О, как раз. Четенько. Держи, друг. Вот. Скинули с себя немножко еще лишнего веса. Что у нас там? Все равно много. Все равно много. И все равно нам надо Вику передать пивас и алкоголь пока что. Потому что пока что мы еще с вами не граждане. Но нам с вами осталось три пиваса и три бухласа. И все, мы получается полностью закупились. Сможем тетке отдать. Но я думаю, мы сейчас с вами тудым-сюдым все замутим с городом. И после этого совершенно спокойно отправимся в Дэн. Там нас два креста ждут. И они уже заждались. Плюс купим тачку. Тачка-то нам не помешает. Эть. Отлично. Четыре утра. Ну ладно. Как бы хорошие дела никогда не поздно совершать. Да и Гули, по-моему, эти не спят. Раз уж на то пошло. Ага. Ну и внутрь нам предстоит еще тут немного их ограбить. Бедняк. Но они тут, знаете, живут на халяву. В принципе, квартплаты нет. Жалеть их не стоит. Плюс их радиация, наверное, как-то подкармливает, что ли. Нет, конечно, если бы мне предложили такой вариант, я бы отказался, понятное дело. Но вот как-то глядя на них, мне все-таки спокойненько. За то, что у них прям сильных проблем нет. А, кстати, что это за фиолетовая штука? Синий пропуск. А здесь где-то синие двери есть. Я что-то... Ну ладно. Пусть он у нас будет. Эй, я же применил желтую карту. Да, вот теперь применил. Вот теперь дверь открылась. Ну и охрана на это реагирует, типа, если у него есть карта, он может пройти. То, что он вообще очень странный не отсюда, да это не наши проблемы и не наши вопросы. Молодцы. Чё? Нет синдрома вахтера у них. А еще у нас теперь есть еще и красный пропуск. Благо, как только мы заполучим тачку, мы сможем использовать ее багажник для хранения вещей. Кстати, в игре есть баг, когда этот багажник можно переполнить. Ну, имеется ввиду, что у него есть определенный лимит и этот лимит можно как бы переплюнуть. Чё это? Да, здесь у чуваков ничего хорошего, но зато... Но зато вот здесь есть товарищ, который нам в принципе готов будет помочь. Правда, у него есть еще ящик, который нам точно поможет. А, радиоактивное бухло... Ладно, не у какого. Радиоактивное бухло нам особо не нужно. Что привело тебя в эту часть моего атомного реактора? Ну, у меня есть деталь необходимая для того, чтобы починить реактор. У тебя есть запасной гидроэлектрический регулятор магнитосферы? Ты правда знаешь, что это такое? Что удивляешься? Я же говорил, я знаю все об атомных электростанциях. Так что ко мне надо прислушиваться. Ну, коль ты знаешь, что это такое, то должен знать и как его установить. Я же знаю. Это же элементарно для кого-либо с моими знаниями и талантом. Когда меня отучали от груди, регулятор магнитосферы использовали вместо соски, знаешь ли. Великолепно. Как насчет установить его? Думал, что я мог бы его установить. Но установить гидроэлектрический регулятор магнитосферы довольно хитрое дело и опасное. Не то, чтобы я за себя боялся. Но кто будет управлять атомной электростанцией, если со мной что-нибудь случится? Боюсь, что не смогу тебе помочь. Мне следовало бы сразу догадаться, что ты просто трус. До свидания. Ага. Думаю, что мог бы установить. Уверен, что только я смог бы установить его правильно. Установить гидроэлектрический регулятор магнитосферы довольно хитрое дело. Поэтому мы сохраняемся перед диалогом на случай, если мы зафейлим проверку. Вот регулятор. Знаешь, что могу положиться на тебя? Хорошо. Но я еще не уверен, правильно ли это деталь или это ловушка. Понимаешь ли, я слишком ценен, чтобы умереть. Может быть, я позволю это сделать кому-то другому позже. Гораздо позже. Кажется, сейчас мы сможем... Нет, не сможем. В какой-то момент мы должны были этот генератор суметь выкупить обратно. Это надо сделать прямо сейчас. И только ты можешь сделать это как следует. Вперед! Судьба Гека зависит от тебя. Окей, вот так. Эй, это сделал я правда крутой. Что он, сделал, да? Мм, действительно сделал. Надо же. Молодец. Готово. И мы получаем с вами новый уровень. Давайте сразу тогда его и вложим. У нас есть улучшенные критические попадания. Что гласит надпись? Ваши критические удары причиняют больше урон. Вы получаете бонус 20% к урону критических ударов. Эта способность не влияет на шанс нанести критический удар. На самом деле система критов в игре немножко сложнее. И вроде как есть таблица крита. И вот эта штука она повышает, ну, переводит наш крит на ячейку выше в таблице. И типа, если бы крит был одним, то крит будет более крутым. Ну, типа, так мы попали критом, а так мы попали критом и сломали конечность, например. Поэтому, да, улучшенный критически, это круто. Ну, и что еще? Вообще, доктор. А, у нас по 18 очков за уровень. Офигаси, я путаю видимость тем. О, нам тогда два уровня с доктор надо выкачиваться. Беда. Ну, что поделать, я хочу все-таки сделать пару квестов дополнительных, которые иначе нам будут недоступны. Реактор теперь работает куда как лучше. Еще отрегулировать боево немного, но тем не менее это молодец. Еще что-то можно сделать? Что именно? Я имею в виду, что реактор сейчас работает, но мог бы работать и лучше. Намного лучше, если бы только у нас было бы хоть четочки больше данных. Если ты достанешь данные для оптимизации, мы прям пару сарас пустим и полетим, но ты понимаешь, что я имею в виду. Данные для оптимизации? Где мне их взять? Ну, возможно, ты найдешь информацию в центральном компьютере города-убежище. Посмотрим, что я могу сделать. Думаю, что такому проныре, как ты, не доставило бы труда просто пролезть туда и засунуть голодиск с информацией о характеристиках реактора в центральный компьютер, а затем вылезти и принести диск обратно сюда. Я бы сам это сделал, но я слишком ценен, чтобы покинуть реактор даже на минуту. Ненавижу оставлять работу на полпути. Вот так вот. Я так надеялся, что ты это скажешь. Великолепно. Просто вставь этот диск в центральный компьютер города-убежище, а потом принеси его обратно. Мы будем использовать меньше урана, утечка из активной зоны сильно ослабнет, а у горожан не будет повода прийти и перебить всех нас. Конечно, я не хочу, чтобы Гека сравняли с землей. Я это сделаю. Если бы у меня было только время сделать это самостоятельно, но я не могу. Все, что я могу сделать, это поблагодарить тебя, дружище. Ты окажешь всем нам огромную услугу. Расстроганных любит носом. Я так горжусь тобой. Ну, пойду займусь делом. Пока, Фестус. Вернусь с данными, которые вам нужны так скоро, как только смогу. И тут есть некая хитрость. Моя хитрость заключается в том, что если мы с вами оптимизируем реактор, то город Гулей захватит выходцы из города-убежища. То есть будет, по сути, одна из плохих концовок города. Но лично для меня я поначалу этого, естественно, не знал. И получилось, что эта концовка таким образом и стала для меня канонической, потому что я несколько своих прохождений, которые совершил, каждый раз такое и происходило. Я уже смирился с этим. Для меня это, ну, можно сказать, факт. Да, но я все еще пытаюсь, пытаюсь поторговать. Да, тем более, чуваки, видите, они периодически свой ассортимент обновляют. Ну и, нет, я не хочу у тебя покупать, наверное, родовый. Да, я хочу просто на 600. Накидай мне что-нибудь. Раз, два, и вот тут что-нибудь. О, 575. Прекрасно. Ну, кстати, наверное, вместо патрошков я бы лучше копье продал, да? 580. Во, смотрите, мы с вами постепенно, короче, наши запасы всего почти исчерпали. Хе-хе-хе. Давайте посмотрим. Ой, не туда. 117. Вес все еще, но уже, уже хорошо. Хотя, если мне не изменяет память, мы сейчас с вами еще немножко нагрузимся. если мне не изменяет память. Итак, Гарольд... Спасибо тебе огромное за эту штуку с реактором. Мы все твои вечные должники. Ну и чем же старый скрипучий скелет может быть тебе полезен? Привет, Гарольд. Чем тут занимаешься? Да все, что требуется, чтобы тут все не развалилось. Ну, получается, не очень. Тут все разваливается? Ну, теперь, когда реактор сработал, стало гораздо лучше. Вот уж не думал, что кому-то удастся заставить этих адиотов из города убежища помочь нам. Мне не хотелось, чтобы город убежища разрушил ваш поселок. Хороший ты человек, вот что. Немногие гладкокожие сделали бы такое для города полного гулей. Хотя, надо сказать, знал я одного такого гладенького много лет назад. Одного гладкокожего? О чем ты? Был такой гладкокожий. Я очень его уважал. Кто это был? Я бы, может, и вспомнил, если бы не умер. Это моя любимая шутка. Может быть, ты не... если честно, не припомню я его имя, но вот одежка на нем была чудная вроде той, что сейчас на тебе. На мне надет комбинезон убежища, он когда-то принадлежал моему предку. Это тотем моей священной миссии. Вот как? Ну-ну, это кое-что объясняет. Твоя рожа мне сразу знакомой показалась. Должно быть, не все еще шарики у меня за ролики заехали. Мы действительно похожи? Некое сходство есть, насколько я припоминаю, конечно. Ты в курсе, что твой предок спас нас всех от жуткой гибели? Выходица из убежища спас всех гулей? Не делай поспешных выводов, малявка. Когда-нибудь это здорово тебя подведет. Всех нас, всех двуногих пройдох на этой чертовой планете. Я этого не понимал. Ну вот, теперь понимаешь, и что было дальше, спрашивается, в благодарность эти надутые индюки из убежищ изгнали его. А дальше я и сам не знаю. Всегда хотел узнать, кстати. Я могу рассказать тебе, что было дальше. Конечно, было бы очень интересно. Легенда о выходце из убежища начинается с того, что убежище вышвырнуло его в засушливые пустоши. Вы рассказываете Гарльту историю своего предка. Вот поэтому я ищу убежище 13. Спасибо за рассказ. Все эти годы я все думал, чем же там все кончилось. Ты точно подходишь для своей задачи. Знаешь что... Что? Я приберегал это на черный день. Но похоже, тебе это нужнее, чем мне. Возьми. Спасибо за все. Однако мне пора. До за это он делится с нами супер стимпаками. И он еще дает сколько-то обычных стимпаков. Но как бы то ни было, это приятно. На халяву получить стимпаки. Они на дороге не валяются. Особенно супер. А мы с вами вернемся в город убежище, потому что мне очень хотелось бы на вполне определенной ноте этот эпизод закончить. Ой. Так. Стая диких собак, хищные растения. Вот ведь и брамины, и все тут короче какое-то вот такое. Ладно, будем пытаться убежать. Я надеюсь получится. Ну, может быть в два хода мы убежим. Вик там стал короче такой типа это будет Майлас Стэнд. Типа я либо умру здесь, либо выживу. Плохая идея, Вик, но мы сейчас выйдем. Вот нормас. Так, город убежище. Эх, придется нам до утра немного выходить. Во, 10.45 супер. Начнем мы с пригорода, потому что я все еще пытаюсь сбагрить наши шмотки. Правда, мы с вами до этого набили столько шмоток, что до сих пор сбагрить их не можем. Но благо смотреть тут чувак вот сейчас я сохранюсь. Так вот, если к нему подойти с грамотным подходом, мы можем у него выкрасть практически все, кроме денег своих назад, к сожалению, деньги у него не украсть. Но зато, кстати, у него и алкоголь потихоньку набирается, смотрите-ка. Ага, а вот это приятный знак. Так, и таким образом мы с вами и алкашку тут найдем, кстати. А это неплохо. Вик, Вик, стоп. На, держи. Алкашка, тебе. Во, еще буквально один закуп у этого, два закупа у этого дядьки, и мы с вами полностью снаряжены алкоголем, чтобы сделать квест в городе убежище. но пока что нам приходится все это навеки таскать, потому что мы не гражданин, но сейчас все изменится. Эй, да шо ж двери-то? Ну, как всегда, на, ладно, все, да. Спасибо, дядь. Спасибо, дядь, мы пошли. Просто уже не хочется, знаете, до Дэна бежать с этим квестом. Так вот, план какой? Мы с вами получаем гражданство, а между эпизодами я сижу в городе и вот здесь, в этом магазинчике набиваю книг. Ну, точнее, я сначала, наверное, покажу быстро, что у нас имеется в виду под набить книг. Правда, эпизод уже немножко затягивается, но ничего страшного. Просто иначе у нас шанса другого нормально это вмонтировать не будет. Да, вы что-то еще хотели? Несколько вопросов. Так, мне удалось починить электростанцию в ГЕККО. Восхитительно? Я боялся, что повышение уровня радиации заставит нас переселиться. Вы прекрасно выполнили свою работу. Вот ваше удостоверение гражданина. Если вам что-то понадобится, приходите ко мне. Да здравствует город-убежище, советник. Отлично, мы с вами только что стали полноправным гражданином вот этой вот шарашкиной конторы. ну, все-таки здесь есть рабство, оно узаконено, я не знаю, почему я... Но здесь оно, знаете, немножко такое не капиталистическое рабство даже, а аристократическое рабство. То есть при капитализме, да, ты за долги попадаешь, здесь ты попадаешь просто потому, что ты, типа, вот из пустоши и немножко мутирован. Но, с другой стороны, тоже есть что-то в этом. Итак, давайте так, не возражайте, если я задам... А, вот, могу я посмотреть, что у вас есть. Наконец-то он готов с нами торговать и смотрите-ка, у него не сгенерировалось ни одной книги. А, нет, раз, два, три книжки и всего 1245. То есть, в принципе, за шотган, вот этот пистолет и кастет, ну, и даже мы, получается, у него денег на сдачу можем взять. Хотя денег на сдачу мы возьмем даже еще больше. Вот так вот. Во. Мы можем с вами накупать книжки. И у него магазин перезаполняется раз за четыре дня точно. Поэтому, я думаю, мы с вами будем что делать? Ну, точнее, я этим займусь между эпизодами. Да? Что мы сделаем? Я буду стоять вот снаружи, спать четыре дня, приходить чуваку, накупать книжки, но поскольку у нас уже... А! Хорошо, сколько это весит? Пять фунтов, два фунта, два фунта. Но в теории, может, что-то еще ему скинем? Нет, давайте, знаете что, лучше сделаем замер. Итак, первая помощь 41, наука 39, ремонт 44. Запомните это. И следующий эпизод начнем с того, что я вам покажу, какой наш персонаж начитанный. Ну, и, соответственно, прокачавшийся. И дальше пойдем еще в городе убежище немножко пошаримся, ну, какие-то вещи сделаем. А пока на этом у меня все. Спасибо Миша Лебедева, Миша Фомино, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову Дахармсу, Алексею Смирнову, Просто Эду, Сергею Кайну, Рокке Бальболу, Антону Цару, Глебу Сахарова, Брату Монзору, Сергею Атерадору, КДВ-45 Рус и Дарья Кравчук за то, что тебя продолжает поддерживать канал. Всем вам огромное спасибо, что приходите смотреть эти прохождения. Ну, а в следующем эпизоде наш уже поумневший начитанный персонаж будет изучать просторы убежища в городе убежища. А пока на этом все. Удачи, счастливо, пока-пока, до встречи.